Это настоящий город Бийск. Этот день для школьников из Новоберезовки был очень насыщенным, познавательным и увлекательным. Вначале экскурсия по исторической части Наукограда, а после развлечения и досуг. Сельскую молодежь познакомили с бийским клубом «Пойнт». Он совершенно не похож на привычный клуб или дом культуры. Здесь собираются люди разных возрастов и увлечений. Посмотреть, как организован досуг именно в городе, старшеклассникам во время своего визита в Первомайский район предложил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Эта встреча состоялась в связи с тем, что с ребятами непосредственно в Новоберезовске мы пообщались. Ребята замечательные. Я им, собственно говоря, предложил вот такую идею, чтобы поехать в город Бийск, в этот клуб, для того, чтобы, наверное, расширить свой кругозор. И эта встреча состоялась, и это получилось не просто, наверное, общение и коммуникация, которая, безусловно, нашей молодежи нужна, но еще состоялся некий обмен опытом. В небольшом помещении клуба несколько комнат. Есть приставки, множество настольных игр, активно развивается варгейминг. Имеется даже небольшой зал для просмотра фильмов. Посетители досугового центра сами для себя выбирают занятия по душе. Делают, в общем, то, что им интересно. Никто не придумывает для них каких-то планов и задач. Возможно, именно поэтому такие места востребованы молодежью. Пойнт. Мне очень понравились эти игры, то есть, как мы играли. Там в комнате лекция, которую нам провели, очень понравилась. Впечатлений много, нового узнала очень много. То есть, очень нравится. Открыть в селе такой клуб возможно. В том же Доме культуры наверняка найдутся свободные квадратные метры, где молодежь сможет организовать свой досуг. Фонд социального содействия Александра Прокопьева сегодня подарил старшеклассникам развивающие интеллектуальные игры. Так что начало уже положено. Спасибо большое. Спасибо. Мы вас благодарим за такую экскурсию, за такие новые мысли. Развивать в своем родном селе новые интересные проекты школьники готовы. Главное у них есть желание. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Николай Шелко. Наши новости.